С десяток лопат, миноискателей, карта фронта и времен Великой Отечественной. С таким нехитрым арсеналом долговцы отправляются на поиски наших бойцов. В первый день работы с окопа подняли трех защитников города. Они остались здесь, с оружием в руках, в далеком 1942 году. Их имена пока неизвестны. Ясно одно – здесь должны были держать оборону моряки-черноморцы. Картина известная. Перед нами позиции 79-й бригады морской пехоты. Третья линия. Левым флангом 79-я бригада соединялась со 172-й стрелковой дивизией, 747-м стрелковым полком. Ориентируясь по карте, поисковики открывают траншеи, засыпанные взрывом 76 лет назад. Еще одна находочка. Здесь ничего. Здесь пока ничего. Но мыть надо. Но обычно иногда подписывают. Да, часто. Это, в общем-то, удача. Предметы быта на раскопках – большая редкость. Боеприпасы, патроны и взрывчатка встречаются гораздо чаще. Проржавевшее оружие по-прежнему представляет большую опасность. Такие находки поисковики передают пиротехникам МЧС. Вот случайно сейчас был обнаружен этот редкий предмет у нас считается. Это так называемый немецкий панцерфауст. Это нечастая вещь. Нужно все осторожно. Нужно делать все по инструкции. Любая инструкция по ТБ пишется кровью ротозеев. Рядом с одним из бойцов завернутый в бумагу взрыватель гранаты – клочок, сохранившийся до наших дней армейской советской газеты. На пожелтевших страницах – вести с полей, интервью с командирами и напоминания – сдерживать фашистский натиск до последней капли крови. Эта газета сохранилась только потому, что там присутствовала красная медь. Она не дала погибнуть бумаге. Эта газета – ежедневная газета, красноармейская газета за 17 мая 1942 года. Кирилл Попов, Анатолий Паньков, Севинформбюро.